Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш текст, вот, и, значит, формулируем основные рекомендации, которые вам можно будет сделать. И, соответственно, мне хотелось бы, чтобы вы получили максимально полное представление о том, что с вами сейчас происходит. Итак, мне 31 год, и я понимаю, что у меня травмы из детства, которые мечтают мне быть счастливой и строить нормальные отношения. Знаете, я встречал людей, которые, ну, у которых действительно были травмы, ну, которые вот во всем виниле травмах. То есть, у меня травма, я был травмирован в детстве, соответственно, давайте работать только с травмами. Я не согласен с таким утверждением, что все дело только в детских травмах. Я думаю, что и в данный момент, работая с вами, формируя ваше поведение, подпитывая вас поддержкой, и, значит, позволяя вам выговариваться, позволяя вам получать обратную связь, можно исправить ситуацию в том числе и вылечить ваши детские травмы. Так что, вот, все, все, именно валить на детские травмы я бы не стал. Вы пишите, я была 10 лет в браке, есть ребенок 4 года, сейчас брак и разводный процесс. А из-за чего развелись? Начали разводиться из-за чего с машиной? Из-за проблем самооценки и недолюбленности, муж выбрал 20 лет, по принципу, ухочел скорее в семью. А для чего? Чтобы что? Чтобы обрести безопасность. Да, семья нужна, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ребенок для чего нужен? Это вопрос отдельный. Ну, то есть, для чего вам нужен был ребенок? А, чувства были, но теперь я понимаю, что это не любовь бога, но чувства были. Чувства были и чувства были реальные. Какие это были чувства? Что это были за чувства? Скорее всего, это были реальные желания. Как правило, теперь обесценивается. То есть, смотрите. В 20 лет вы что-то чувствовали. И что-то чувствуя, вы хотели это изменить. Ну, то есть, как-то реализовать, да? Вы были неудовлетворены и вы хотели это изменить. Вы что-то делали. Сейчас свои чувства вы обесцениваете и ничего не делаете. По итогу, вам стало еще хуже. Я просто бежал от своих проблем, искал защиту в машине, ну, то бишь, безопасность, да? А безопасность это что? Это личная граница. То есть, это правило. Это отделение себя от других, да? Четкое понимание, где я, где другие. За что отвечаю я, за что отвечают другие. Дальше. А вы что нашли в себе подобного? Его и мужчиной сложно назвать, ребенок до сих пор. Вы обесцениваете его и ничего удивительного, вы обесцениваете себя. Выберите вы его, потому что он вам подходит. Вы с ним только с таким мужчиной можете устраивать отношения мужчиной, у которого, так же как у вас, нет личной границы. Вот. Самая большая проблема, это отсутствие папки. Нет. 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 Самая большая ваша проблема в том, что нет первичного образа мужского поведения перед вами. Нет первичного образа мужчины. Нет так называемого анимуса. Вот. То есть анимус это тот, что дает женщине понять, каким мужчиной она вообще хочет быть. Какой мужчиной ей подходит. И дело здесь на самом... эээ... не в том, что папы не было. А в том, что он вам этого не додал. То есть нет чёткого... чёткого понимания того, как... эээ... вот какой... эээ... первичный образ машины у вас есть. Иии... вы чувствуете себя отвергнутой. Отцом. То есть вы считаете, что он вас бросил, да, потому что отверг. Очень ключевой там момент какой. Ребёнок, он же эгоцентрист, он считает, что всё из-за него. Что с ним... с... с ним... эээ... ну... что-то не так. Если, например, родители разводятся, если что-то ещё происходит. Ну... ну и посмотрите на своего ребёнка. Я думаю, тут будет всё понятно. То есть дело не в отсутствии папы, а в том, как вы восприняли его. Вы почему-то подождали, что он вас бросил. Вот об этом и нужно в первую очередь говорить. Говорить с психологом. Говорить вам с отцом. И, возможно, вам с отцом и психологом. Нужно говорить. Ну, это уже... детали. Релиз ты развелись, когда мне было три года. Три года. Ну, соответственно, вы помните те эмоции, которые... испытывала ваша мама. То есть вот как она себя вела, да, так выставили. Соответственно, и... Это всё зафиксировало. Вот. Мама чувствовала себя брошенной. Мама погрузилась в работу. Вы, соответственно, сделали то же самое. Для 25 лет я не общалась с отцом. Почему? Пока в соцсетях меня его родственники не нашли. Сейчас общаемся. Как? По поводу чего? Редко. Мне тяжело. В чём? В чём тяжело? Я понимаю, что теперь могу в любую минуту позвонить к вам приедет, но почему это ощущение брошенства с детства не уходит. А вы ему не сказали это. Вы не раскрыли свои чувства ему. Вы не открылись ему. Вы не получили той обратной связи. Вы не выразили ему все свои чувства. Понимаете? Потому, ощущение брошенства с детства не уходит. Возможно, вы вообще никогда по отношению к отцу, да, ничего не выражали. То есть, это боль, которая у вас даже не боль, а чувство утраты, непонимания, да. Она осталась невыраженной. Вы не выразили её своей мамой, потому что ваша мама была отстранена от вас. Вы не выразили её, наверное, вообще никому. Потому и не уходит. Самоценка у меня на нуле. Ну, лично я здесь увязываю это с первым пунктом. Да, то есть, пока вы не будете чувствовать себя брошенной, да, потому что, кого бросают? Бросают того, кто не нужен. Вот. Ну, так думает ребёнок. Вот. Пока эту боль вы не пережили, пока эту боль вы не выразили, пока вы не получили обратный связь адекватного по этому, по этому моменту. Вот. Я думаю, что самоценка у вас будет постоянно падать. Ну, то есть, она будет постоянно низкой. Так. Вот. В том числе и благодаря мужу, который многие высказывания себе позволял. Точнее, видимо, я позволял. Но, а позволяли вы, понятно почему. Потому что боялись, опять же, быть брошенной. То есть, боялись его потерять. Боялись остаться одна. Боялись подпросить эту позицию, что вы никому не нужны. Хотя я стараюсь над ней работать, зачем, а дается тяжело. Как? Старайтесь работать. Как? Вот можете ли вы ответить? Как? Получается с NOTHING. То есть работа над чувствами, над выражением эмоций, над проборка и травма, это очень здорово. Но мало относится к жизни. То есть вот к реальной жизни по-своему относится мало. Можете ли вы ответить, что повышается с NOTHING? Просто вот какие действия человеку нужно совершить, чтобы повысить с NOTHING? Папа бросил. Нет, нет, нет. Ключевой момент. Папа не бросил. Папа ушел. Не бросил. Ушел. Скажите, вы спрашивали у отца, почему он ушел? Папа. Вот как вы думаете, что можно иметь против ребенка в три года? То есть чтобы, чтобы ребенка бросить, его нужно не любить. Но если бы отец вас не любил, он бы, наверное, не приехал, да? Плачу ему звонку. То есть тут вот, да, обида. Обида, дерзкое чувство. Отсутствие взрослого понимания. Это можно разобрать, это можно подкорректировать. То есть отслеживание в себе ваших эмоций, отслеживание в себе так называемых эго-состояний. Вот, что это можно будет подкорректировать. Потому что когда вы говорите, что папа бросил, это говорит ребенок. Это говорит ребенок. Маленькая девочка это не говорит взрослый человек. Мама все время была на работе. Ну, соответственно, она убежала от проблем. И вот это ощущение бросилось, то есть недолюбленность не мешает. Ну, что я могу сказать здесь. Брошенность. Брошенность. Это именно вот такое детское чувство, что бросили именно вас. То есть это такая зацикленность на себе. Это некая узость мышления. И выгода. То есть меня бросили, я плохая, я должна что-то делать для других. А для себя, да, доверять себе, полагаться на себя я не буду. Это выгода. То есть это выгодно вам. Недолюбленность. Это, соответственно, отсутствие похвалов, да, отсутствие поддержки. Отсутствие одобрения со стороны, отсутствие принятия. Это то, что вам не добавили родители, но то, что вполне может вам добавить психолог. Я быстро влюбляюсь в хороших мужчин, мне так хочется отношений, так хочется от них почувствовать себя особенной и любимой. Ну то есть понятно, да, что это не влюбленность, а это желание. Это желание вот любви. Желание признаться. Здесь, в первую очередь, в первую очередь, хотелось бы привести пирамиду основных потребностей Маклоу. Договорится, что первичная потребность это в безопасности, то есть личные границы. Потом дальше идет потребность во внимании и только после этого идет потребность в любви. Не может быть удовлетворена потребность в любви, пока не удовлетворена потребность в безопасности. Соответственно, вам необходимо сперва работать с личными границами, да, а уже потом, после этого, я думаю, что можно будет поработать с вниманием и, соответственно, с любовью. Значит, так хочется от них почувствовать себя особенной и любимой. Ну вот вы же понимаете, да, что это не вы будете чувствовать себя любимой, а это они будут давать вам это чувство, соответственно, вы будете от них зависеть и, соответственно, ничего хорошего происходить не будет. Я даже на этапе флирта все порчу, обижаюсь на ерунду, требую гораздо больше. А вот здесь вы подсознательно защищаетесь. То есть вы не хотите, чтобы еще кто-то вас сбросил. Поэтому вы все портите. То есть если бы вы прям вот хотели бы того, о чем говорите, вы бы вообще делали бы все, что мужчина от вас хочет и вообще были бы идеальны. Вы боитесь, вы боитесь сближения. Опять же, потому что нет личных границ. Так, дальше, требую гораздо больше, но специально провоцируйте мужчин. Вот, все время ищу проявление симпатии и разочаровываюсь. Правильно, это, конечно, это как бы выгода. Это называется, игра попался в конце, где человек ищет доказательств того, что другой ему не подходит, или другой там некомпетентен. Если не понимаю, нравится я или нет. А это не нужно понимать, да? Так невозможно строить отношения. Согласен, плюс раз у меня льется ребёнок, у меня все время чувство, что я никому с ребёнком не буду нужна. Ну, вы прекрасно знаете, что это не так, а здесь вы на ребёнка переносите свои чувства. Это тоже из детства. Нет, не совсем. Это не совсем из детства, это периодик многих. Женщин, которые считают, что когда у них появляется ребёнок, они не нужны. Важны страхи. Ну, парадоксально, что страх это и есть наше желание, которое мы себе запрещаем. За исключением тех, что несут в себе защиту от угроз, непосредственно к угроз нашей жизни. Понимаешь, тут видимо очные, лучшие очные консультации, но вообще это можно исправить. Да, вообще это можно исправить, но обязательно через очные консультации. Как принять себя и полюбить, как пристать чувствовать себя проще. Ну, в принципе, я уже сказал, да? То есть, через выражение чувств своих, через переживание боли, через выражение боли, освобождение от боли, брошенности. Через снижение эмоционального градуса. Пока у вас эмоции бурлят, разум не работает. Эмоции выплеснутся, разуму будет легче и можно будет проводить какую-то работу. Что касается принять себя, полюбить себя, это означает, эм, так. Это означает, принять себя, это означает полюбить, полюбить себя означает принять. А принять, это означает, что вы перестаёте себя винить во всём том, что вы делаете. Представьте себя критиковать, формируйте для себя понятие вреда и пользы, формируйте отношения к своим определенным качествам, и решайте, что с этими качествами делать, а также определяйте градации своего отношения. То есть, например, если у вас есть какая-то черта, и у вас есть отношение к этой черте, то вы смотрите, это отношение ваше или отношение ваших родителей, или ваше воображаемое отношение других людей к этой черте, или вы считаете, что эта черта не нужна, потому что она не желает достичь вам какой-то цели. То есть вот тут вот на самом деле такая вот работа должна проводиться. Это не процесс. То есть это не какое-то единичное действие, это работа, это процесс. По большому счету, ну не на один месяц, я думаю, это работа. Так, значит, ну вы же не считаете, да, что есть какое-то универсальное решение для того, чтобы принять себя. Так, примеры из жизни. Ну, на самом деле, примеры из жизни я не буду читать, потому что в примере, да, просто раскрываются ваши потребности. То есть вот у вас есть ожидание. Удивление это, по сути, неожиданность. Всегда ожидали другого. Ну вот. Вы пишите, что у меня ощущение, что этот мужчина сработает так близко к ней, как будто это тот, он самый. Вот именно. Того самого нет. Вы отцом пытаетесь найти отца. А с отцом, живым отцом, вы отношения не строите. Соответственно, во всех мужчинах вы видите свои ватры. И пока вы с отцом отношения не наладите, с другими мужчинами отношения складываться не будут. А вам повезло. У вас живой отец. Можно с ним наладить нормальные отношения. Можно привести ваши отношения на качественно иной уровень. Лучше это сделать при жизни, пока он жив. Так будет легче, проще, быстрее, эффективнее. Бывают ли у психических здоровых детей такие мысли? Да, бывает, конечно. Бывает. Я не буду сказать, что вы больна психически. Я совершенно не понимаю, как строить отношения с личными границами. То есть это четкое отделение себя и другого человека и, значит, отдельное обращение внимания на фундамент отношений. То есть по поводу чего вы строите отношения с людьми. Ваша проблема в том, что вы с мужчинами выстраиваете отношения только как бы на гендерной основе. А это так не работает. Нельзя на гендерной основе строить отношения. Должна быть еще социальная составляющая, личностная составляющая. Лучше бы была еще и игровая, детская составляющая. Вот, блин, примерно так. Вы пишите, помогите, пожалуйста. Помочь в чем? В чем помочь? То есть ответ на вопрос вам не поможет. Вам нужно именно работать с чувствами. Вам нужно, еще раз повторю, сделать все, что я сказал. Это работа. Это процесс. Если готовы, обращайтесь к любому из экспертов. Мы вам поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.